Чтобы вырастить одного ребенка, нужны усилия целой деревни, гласит одна африканская пословица. Чтобы помочь малышу с особенностями развития целого государства. В реабилитационных центрах Новосибирска и в городе 8 на занятиях используют разные методы и программы. Параллельно учат родителей, как общаться с собственными детьми. Дважды кесарево сечение и оба раза кислородное голодание. Это повлияло на мозг. Такова история детей Евгении Голиковой. У старшей дочери были серьезные проблемы с речью. Сейчас она ходит в обычную школу. Теперь мама в центре реабилитации с младшей сестрой. Да, я хочу, чтобы этот центр дальше помогал детям, так как сами дети нуждаются в помощи, их родители. Потому что в нашем городе мало где можно найти поддержку. Ведь они помогают в дальнейшем адаптироваться в социуме и помочь им стать такими, как и все. Работники центра говорят, некоторые дети могут просто сидеть и не обращать внимания ни на что. Заинтересовать таких малышей – это уже большой успех. Особенность этого центра – работа с родителями. Порядка 350 человек получают услуги. И здесь я говорю и о родителях, и о детях. Потому что важно не только заниматься реабилитацией самого ребенка. Важно научить родителей заниматься тоже этим же, помогать своему ребенку. Индивидуальные методы лечения. От этого аспекта зависит удача реабилитации. Аутизм, синдром Дауна и отсталость в развитии – это не приговор. Здесь детей учат быть самостоятельными. Сейчас мы находимся в комнате сенсорной интеграции. Здесь дети тренируют различные рецепторы. Например, они шагают по вот таким вот пирамидкам разной высоты и тренируют вестибулярный аппарат. Дальше у нас идут вот такие кочки. И мне по ним шагать не очень приятно. А вот некоторые дети шипов не чувствуют. Все это, все эти тренажеры так или иначе воздействуют на различные рецепторы. И в свою очередь идет воздействие на центральную нервную систему. Это главная задача всех этих тренажеров. Ребилитационные центры в области обслуживают только половину детей с подобными расстройствами. В будущем году эту ситуацию исправят. И центр сможет принять вдвое больше ребят. Рафаэль Адам, Александр Егоров. Новости ОТС.